Игорь, вот очень сложный вопрос, который всегда вызывает большие споры. То есть физические мудрости говорят о том, что быть смиренными это значит, ну иными словами, тебя ударили по правой щеке, ты должен поставить левую щеку, казалось бы, да? То есть почему? Потому что, ну, кармический долг у тебя такой, нет без вины виноватого. Значит, была причина, почему тебя ударили. Поэтому, если причина, если ты виноват, тебя ударили, не он виноват, а ты виноват, тебя, значит, есть причина, то есть ты виновен, а виновный что делает? Просит прощения, что самое интересное. Поэтому надо наоборот, надо как бы не отражать эти удары, а просить прощения. В таком случае, ну, мы становимся все пацифистами. А как насчет отмщения, а как насчет обратки, а как насчет бумеранга, а как люди... Это, так сказать, очень серьезные вопросы. Как на вас взгляд? Да, да. Я в свое время для себя извлек один урок. У меня по жизни было много замечательных учителей. И один из этих учителей, он меня обучил в следующей вещи. Он сказал мне, что если ты хочешь ответить, то ты должен знать, что самый лучший ответ – это послать любовь. Потому что, когда ты посылаешь любовь человеку, если этот человек заслужил наказание, то эта любовь накажет его. Если человек заслужил прощения, эта любовь поможет ему пройти через это прощение. Если человеку нужно что-то, чтобы пройти через исправление, эта любовь поможет ему исправиться. Потому что любовь – самое могущественное оружие. Но это оружие не уничтожает, не разрушает, не убивает. Это оружие созидает. И оно меняет людей. То есть агрессора превращает в любящее создание. Поэтому, да, мы должны отвечать. Но самый совершенный ответ, которому мы пришли учиться в этом мире – это отвечать любовью. Но это тоже нужно понимать, как делать. Потому что подставить вторую щеку – это может не быть проявлением любви. Потому что человек дальше будет совершать какие-то неправильные действия. Потому что бить по щекам другого человека – это тоже не совсем правильно. Хотя я заслужил это. Жизнь выбрала в качестве того, чтобы наказать меня, определенный инструмент, то есть другого человека. Но когда человек совершает это действие, он может при этом также совершать ошибку. Поэтому мы учимся проявлять любовь так, чтобы все выигрывали при этом. И я, и все вокруг выигрывали. Поэтому любить – это определенное искусство, которому нужно учиться. И вот ведическая культура, она вся построена на этом обучении. Обучение тому, как любить так, чтобы в результате этой любви все выигрывали. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова